На днях жертвой серьезной аварии в Барнауле стал 9-летний велосипедист. Ребенок, не слезая с двухколесного транспорта, переезжал зебру и оказался под колесами авто. Водитель просто не успел затормозить. Пострадавший мальчик сегодня с переломами находится в больнице. Тем же вечером на солнечной поляне появляется еще один пострадавший. На этот раз взрослый, который тоже не захотел спешиться. А это кадры из соцсетей. На них, к счастью, никто не пострадал, а мог бы. Мама на своем примере учит дочь переезжать в пешеходный переход. По закону, движение велосипедов, как и любых других транспортных средств, по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено. Но на практике к велосипедам на тротуаре относятся достаточно снисходительно. Однако именно велосипедисты становятся зачастую жертвами и зачинщиками крупных ДТП. И хотя правила дорожного движения изучают еще в начальной школе, их регулярно повторяют в СМИ, да и примеров в соцсетях не счесть, велосипедисты не спешат сойти со своего транспорта на зебре. С наступлением велосезона госавтоинспекция выявила 237 подобных нарушений. В этом году у нас зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Из них 8 были наезды на пешеходных переходах. То есть именно такие, когда велосипедист переезжал в проезжую часть верхом на велосипеде, а не переходил как это надо. Велосипедисты старше 14 лет, согласно тому же закону, вообще должны передвигаться по правой стороне проезжей части, если нет велодорожек. К слову, в городе их действительно почти нет. Передвигаясь по дороге на велосипеде, тем более в наших условиях, в нашем городе, вы должны быть к этому подготовлены не только. Естественно, шлемы – это само собой разумеющееся. Но вы должны думать как бы за себя и еще примерно за 10 водителей, которые вас окружают, потому что в нашем регионе водители не сильно привыкли к велосипедистам. Поэтому и приходится велосипедистам, особенно детям, колесить по тротуарам. Но и тут начинаются проблемы. Лихачи на полной скорости проносятся буквально в считанных сантиметрах от пешеходов. И если автомобилистов за превышение скорости оштрафовать можно, то велосипедистов нет. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.